Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Почему так получается, что я должна ее слушать, сестру? Что делаешь не так, что делаешь не то, мне это все не нравится. Еще называют меня агрессивной. Она говорит, никто не будет говорить то, что ты хочешь, ну и тогда не лезьте ко мне, я тут при чем. Мама говорит, что ей нужно замуж, я старалась так не думать, но видимо так и есть. Ничего не понимаю, я и так делаю все, что умею, а они что-то от меня хотят. Я хочу делать по своему желанию, а не когда на меня нападают. Мне нравятся люди, они всегда недовольны и что-то хотят. И все всегда указывают как надо и как не надо. Ну что ж, я бы сказал, что здесь чувствуется довольно много агрессии, довольно много злости. Обида есть, возможно. И, как мне кажется, есть некая такая потребность в том, чтобы вас приняли. То есть вы сталкиваетесь с тем, что вас не принимают. Больно. Мне кажется, что за агрессией и злостью скрывается боль. Боль от того, что вас не принимают. Боль от того, что вы какая-то не такая. Боль от того, что вы боитесь, вероятно, этого, этого. Вот. По крайней мере, по крайней мере, так это и выглядит. Дальше. Дальше. Вы пишите. Почему так получается, что я должна ее слушать. Сестру. Так получается потому, что вы сами допускаете это. Вы сами допускаете мысль о том, что вы должны кого-то слушать. Ведь по большому счету, если бы не эта мысль, то вы бы никогда не поставили вопрос таким образом. Вы бы никогда не поставили вопрос таким образом, почему я должна кого-то слушать. Вот. А раз такой вопрос стоит у вас, значит, вы сами же его допускаете. И вот здесь очень интересный момент. здесь очень интересный момент. Как вы приходите к тому, чтобы это допускать? Как вы приходите к тому, чтобы допускать то, что вы должны кого-то слушать? понимаете, в принципе, вот в принципе. В принципе. Понимаете, да? Как вы приходите к тому, чтобы вы вообще были что-то должны? понимаете, понимаете, да? Это же все получается ваши мысли. Да, может быть, вы узнали об этом от других людей, но мысли эти, внутреннее согласие с этим, оно ваше. оно не принадлежит другим людям. Далее вы пишете, ты делаешь не так, ты делаешь не то, мне это все не нравится. Это ваше стремление поменять других людей. Это ваше стремление и желание как-то сделать так, чтобы люди поступали, действовали так, как это делать. Чтобы вам было спокойнее, понимаете? Чтобы вам было хорошо. Чтобы не было угрозы вам. Так, угрозы есть, когда ну вот они делают что-то. Так угрозы есть. когда и если бы они бы себя, например, так не вели, да, то не было бы угроз. И вы хотите эту угрозу снять. Она говорит, никто не будет говорить то, что ты хочешь, но тогда и не лезь ты ко мне. Ну, смотрите. Это выражение на мой взгляд справедливое только в том случае, когда вы не хотите слышать человека. Вот именно когда вы не хотите слышать человека. Когда вы как бы говорите ему «Окей, я не хочу тебя слышать, ты мне не интересен». В этом случае действительно как бы довольно актуально то, что вы говорите. Но если человека нужно услышать, если человека хочется услышать, услышать, что тогда? Как тогда быть? Поэтому ваше высказывание относительно того, что если вот ну если ты не хочешь если ты не будешь говорить то, что мне ну то я хочу услышать, да, то не лезь ко мне. Ведь ваше высказывание этим чревато. Оно чревато тем, что вы не услышите человека. Другого не вашу сестру нет. Другого человека. Вот это высказывание чревато этим. и тут конечно очень важно чтобы вы не увлекались этим. Очень важно чтобы вы не увлекались тем, чтобы отказывались от всего, что люди вам говорят. Желаю слышать только то, что хотите услышать вы например. Это опасно. Это просто банально опасно. Вот об этом мне бы хотелось вас немножечко уберечь. Понимаете, да? Дальше вы говорите при чем тут я? Справедливо выясни при чем? Мама говорит, что ей замуж нужно. Я старалась так не думать, но видимо так и есть. Пишите вы. Простите, а в чем проблема того, что маме нужно замуж? у мамы своя жизнь, вот, и она имеет право на свою жизнь. Да, там есть нюансы по поводу того, как она выстраивает этот процесс, как она выстраивает свои отношения с мужчинами. Дело в том, дело в том, что ну, очень часто, когда человек вот выстраивает отношения так, ну, вот, таким образом, по такому типу, скажем, то есть, когда он говорит, что вот, мне нужно замуж, к сожалению, вот, когда человек действует так, у него довольно большой есть шанс того, что не получится у него, к сожалению, есть такой шанс. Вот. Это другой вопрос, но важнее здесь увидеть следующее. Причем без мамы. вы же сами как бы говорите о том, что причем здесь я. То есть, говоря о том, причем здесь вы, вы тут же говорите о своей маме, которая вам, в принципе, может сказать тоже самое, причем здесь я. какой моя жизнь, личная жизнь, например, тебя не касается. Ну, может же мама такое сказать? Может. Поэтому непонятно. Дальше. Ничего не понимаю. В смысле, чего именно? Я и так делаю все, что умею. А зачем? Вот это, как мне думается, ключевой момент. Зачем вы делаете все, что умеете? Да. Но зачем? Для чего? Цель, цель какая? Вот мне, например, ну, показалось, мне показалось, я подчеркиваю, что вы это делаете для того, чтобы одобрение получить. Могу быть не прав. Но мне показалось, что вы это делаете, чтобы признание получить от той сестры, например. от той же вашей мамы, например. Вот так мне показалось. Скажите, 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 пожалуйста, вот я, допустим, сильно ошибаюсь? Например, думая так, считаю так, вот насколько я сильно не прав, предполагая, что вы пытаетесь все делать для того, чтобы вас приняли близкие люди. Ну, может быть, может быть, чтобы перестали вот тыкать вам, да, то есть как-то чтобы перестали навязывать что-то, да, например. То есть вот какой-то такой момент здесь есть. Вот хочется это уточнить, потому что есть такое чувство у меня, есть такое ощущение у меня, что изо всех сил вы стараетесь как-то заслужить, да, вы стараетесь заслужить, ну, вот одобрение, вы стараетесь заслужить как-то вот ну, принятие, да, значит, хотите, вы хотите, чтобы вас приняли, а вас все не принимали. Так вот, если вы делаете то, что делаете, все, что умеете, в том, ну, в том числе, из вот такого, получается, как бы, чувства вины, вас и не примут. потому что будет вот это ощущение, что вы ниже, чем они. Вот. И чем больше вы стараетесь, тем меньше, парадоксально, у вас шанс на то, что вас примут. Вы же в этом не проявляете к себе любви, заботы, вы же в этом не проявляете к себе какого-то принятия и так далее, но ждете того же от других людей. Дальше. Они всегда от меня хотят. Какая разница, что от вас хотят? Я хочу делать по своему желанию, никогда не нападать. Так делайте по своему желанию, что мешает. Мне не нравятся люди, они всегда недовольны, что хотят, еще указывают как надо и как не надо. Вообще, я могу вас понять, могу понять, то, что вам не нравятся люди. Довольно легко это можно понять, потому что люди для вас здесь, по крайней мере, выступают как такие, знаете, источники угрозы. Для вас это угроза, по большому счету. Я могу вас понять. Но вопрос заключается в другом. Понимаете ли вы понимаете ли вы сами, за счет чего эти люди вам угрожают? Понимаете ли вы сами, каким образом эта угроза появляется? Понимаете ли вы сами, как вы реагируете на угрозу? Понимаете ли вы сами, что у вас есть другой выбор? Выбор по-другому реагировать? Конечно же. И хотите ли вы по-другому реагировать? Вот еще какой довольно важный момент. Есть ли у вас ресурс по-другому реагировать? Можете ли вы по-другому реагировать? Для того, чтобы реагировать по-другому, на мой взгляд, нужно сначала хотя бы информация о том, что можно реагировать по-другому и нужно заметить в себе вот этот ну, скажем так, порыв, да, нужно заметить в себе скажем так, вот этот импульс вот этот вот, что как-то хочу я по-другому реагировать, как-то хочется, мне отреагировать может быть немножечко иначе. Вот пока этого всего нет, конечно же, вам будут не нравиться люди. Вы будете искать такого человека, который вам понравится, который примет вас, но по сути вы будете искать того, кто не будет представлять для вас угрозы. А угрозы представляют для вас все, даже дети. Даже дети. до тех пор, пока вы вот находитесь вот ну так вот в такой позиции, вот как я вам описал. Поэтому да, очень сильно вы себя здесь как мне видится обесцениваете. очень сильно здесь вы к себе негативно относитесь. Вот. И это, на мой взгляд, нужно корректировать. Это может лучше сделать психолог. Точнее, вы вместе с психологом можете это сделать. если у вас есть желание. Если у вас есть такое желание. Вот. Поэтому обращайтесь, выбирайте психолога. Вот. Если вам есть. есть. Вот. Если вы хотите, если у вас есть, скажем так, мотив, вот. Выбирайте психолога себе на сайте и начинайте работать. Я думаю, что в любом случае психотерапия вам необходима, да, психотерапия вам в любом случае нужна. Вот. Так что выбирайте и начинайте работать. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу.